Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, спиной на устах пытается рассказать, что у нее есть гараж, где сделают мой майбах Но она явно не понимала, что это за машина Вот, всячески пыталась мне доказать, что у нее там чуть ли не собирают космические корабли Но не стал выслушивать ее и вызвал милицию Понятно, ну и что? Есть схема ДТП, справка, протокол осмотра места происшествия Виновным кто признан? Я признана Ответчица признана Передайте мне все документы Сколько стоит майбах? 23 тысячи пятьсот 23 миллиона пятьсот 23 миллиона рублей? Что, почти миллион долларов, что ли? Ну, практически Понятно Очень интересно Ну что ж, исчерпывающей информацией, больше ничего суду и не нужно Не нужно Я, Кормильцева Светлана Викторовна С иском согласна? Нет, я с иском категорически не согласна Потому что я долг уже отработала Истцу путем, скажем так, оказания интимных услуг Которые он вынудил меня оказывать Уверяюсь, что они пойдут в счет списания долга Что у вас, Светлана, никакого нуждения Ситуация вообще возникла следующая 27 декабря меня шеф попросил развести новогодние подарки В костюме Снегурочки его партнером Но я, чтобы не возвращаться домой, поехала на своей машине Еду я по МКАДу с разрешенной скоростью 90 км в час Вижу впереди этот на своей дорогущей машине Начинаю тормозить Но так как был гололед, естественно, я в него врезалась Вышли, вызвали сотрудников ГАИ Приехали Мне ГАИшник сказал, что Так как у меня есть и КАСКО, и ОСАГО То все денежные средства Будет возмещать страховая компания Поэтому я спокойно согласилась с тем Что я виновата в ДТП И подписала все документы Мы с ИСЦОМ отменялись номерами телефонов И разъехались На следующий день просто начался сущий ужас Он мне позвонил, попросил встретиться Подъехал к подъезду моего дома Я вышла, он мне говорит, что Ремонт машины его оценен в 7 с лишним миллионов рублей Я просто была в шоке У меня таких денег никогда не было Он начал спрашивать, есть ли мне чем возвращать долг Но единственное, что у меня есть Это однокомнатная квартира Которую я зарабатывала потом и кровью Я пахала на трех работах Круглосуточно У меня зарплата 23 тысячи рублей У меня есть справка Где я возьму такие деньги Ну, я начала, естественно, плакать Объяснять ему Он сказал, что я могу отработать долг Ну, конечно Ну, он, естественно, ухмыльнулся И с похотливой улыбкой Просто в наглую расстегнул ширинку И сказал, что он готов оценить мои возможности Ну, что мне еще оставалось делать? Естественно, пришлось Скажем так, оказывать ему оральные услуги Ну, а как насчет того, что ты увидела, что у меня дорогущая машина И почувствовала возможности на своих плечах? Которые ты можешь заработать своим ртом, а? После этого это продолжалось не единожды Так было два дня Вот, и я все это делала с полной уверенностью Что это идет в списание моего долга Вообще ситуация была безумно кошмар А о сумме-то договаривались? Нет, к сожалению, о сумме мы не договорились И как бы, ну, вы сами поймите, да У меня такая ситуация Я провинциалка, приехала в Москву недавно Сама заработала на эту квартиру И тут такая машина Я вообще была растеряна, я была в шоке Так еще и мой молодой человек начал подозревать неладное Начались проблемы дома А 31 декабря этот нахал мне снова звонит И просто ставит меня перед фактом Чтобы я ехала к нему на дачу И скрасила Новый год его и его гостям На что он мне пообещал просто списать На следующее утро полностью весь долг Но что мне оставалось сделать? Я согласилась Соврала своему молодому человеку, что мне предложили подработать Так как я работаю аниматором И поехала А когда приехала, я вообще просто... Почему соврали? Ты говори правду Ну, он очень ревнивый На самом деле подработать Ответчик отрабатывает Да, я позвонивал ее не то, чтобы отрабатывать А приглашал в гости на Новый год У нас, да, был небольшой... Не правда, что ты врешь У меня есть свидетель, который может доказать То, что ты мне обещал списать долг Ну, и что, приехали на Новый Группе? Да, я приехала на дачу И там был просто сущий ужас Был он и еще шестеро его друзей Таких же наглых, зажравшихся детей Богатых родителей И ладно бы, если бы просто, да, как-то там, я не знаю Спеть, сплясать, как говорится Так они меня заставили, извините, меня делать Опять-таки, интимную службу И всем оказывать Ну, а что мне стало делать? Я одна, крупкая женщина И просто меня это заставили сделать Тем более, да, я делала это с мыслью о том Что с меня просто спишет долг И я смогу дальше жить спокойно Вот, а потом приехал мой молодой человек Случилась небольшая потасовка Вот, и... Приехал куда? Вот на эту дачу он как-то узнал адрес, где находится Я что, побил всех шестерых? Да нет, был молодец К сожалению, он этого не смог сделать Успокоил охрану Нормально у него никаких вопросов, побоев не было Очень доблестно по-мужски, хотя притворялся джентльменом Навалились он толпой и избили, выкинули его на улицу Никто его не трогал вообще пальцем И продолжили дальше надо мной издеваться Охрана скрутила и убила Они свою работу знают Отказываясь от своих слов Хотя есть доказательства того, что он это обещал Какие доказательства? У моего свидетеля, я бы хотела его пригласить Есть доказательства, диктофонная запись разговоров Которые истец говорит, что он спишет с меня долг После этой новогодней ночи А письменного договора вы не заключали? Конечно нет, а смысл, какой он, вон, сынок богатого папы Этот договор вообще ничего не значит У него все куплено Да нет, если был бы письменный договор, значил Ну давайте свидетеля послушаем Пригласите свидетеля-ответчика Свидетеля-ответчика, пройдите Здравствуйте Здравствуйте, Ваша честь Как вас зовут? Юрий Викторович Молоскутов Вы знакомы с ответчиком? С ответчиком, конечно, знаком С истцом? С истцом, но знаком при весьма неприятных обстоятельствах Понятно, что произошло, и вы, наверное, знаете, почему вы в суде? Конечно, знаю Моя, скажем так, бывшая уже девушка Попросила меня прибыть и защитить ее, как бы, интересы Вот, у меня действительно есть, скажем так, доказательства Касательно того, что истец обещал списать долг ответчику Если она тому оказывает услуги интимного характера Вот, то есть, каким образом? То есть, у меня есть аудиозапись, скажем так, разговора В которой истец, то есть, говорит моей, скажем так, ответчику, как теперь можно ее называть О том, что спишет долг, как бы, вот, касательно машины и аварии Откуда у вас взялась эта запись? Ну, я, видите, сам, как бы, компьютерщик Вот, то есть, как бы, установить просто этой ситуации, скажем так, с аварией Ваша честь, прошу обратить внимание, что любой уважающий себя человек, который занимается компьютерами, тем более аудиозаписями, может скомпрометировать с любого разговора Если бы я хотел скомпрометировать, ты бы уже здесь не стоял бы, если бы хотел это сделать Ну, ты уж зря У меня, значит, установил на ее телефон предварительно программу, как бы, ну, срежки, что ли, вот, дабы... Вы понимаете, что это противозаконно? В данном случае, да, я понимаю, что это противозаконно, но в данном случае это было необходимым, потому что сам ответчик мне не доложил о ситуации, что ее там заставляют какие-то интимные услуги выполнять или еще что-то То есть, если бы она бы сама была способна сообщить или что-то, тогда, да, а так пришлось действовать как бы своими силами Вот, ну, в общем, как бы там ни было, у меня есть аудиозапись, то есть разговоров ее и истца касательно... Решите, продемонстрируй Да, обеспечьте, пожалуйста, прослушивание Конечно О, Федора, это Майкл, ты готовы повторить вчерашнее? Как там русские говорят, что он пультизом красит? Слушай, ты, хватит уже, я уже все отработал и больше ничего тебе не должна, ты меня понял? Ну, ты не так уж и много сделала, но есть вариант Ты сейчас надеваешь твой котенчик к Снегурочке и приезжаешь ко мне на дачу Ты делаешь этот праздник приятным мне и моим гостям И утром получаешь новогодний подарок в виде полного списания долга, ну как? Отвечаю, что после этого ты останешься от меня, навсегда отстанешь Слово же замена И без насилия начали Да, знаете, по-моему, человек прекрасно знал, на что едет, вот И на каком основании, да, на всю сумму долга, я не знаю, для провинциалки я могу списать ее интимные услуги 160 тысяч рублей Ты обещал, выполняй обещание свои Это максимум, во что я оцениваю А что со страховкой? Машина-то была застрахована? У меня была только ОСАГО, к сожалению, я не успел распорядиться Богатый, обеспеченный Такую машину и не успел распорядиться Оказывается, что, не дай бог, ничего не случилось Здесь майбург, вы нифига не было полгода Понятно, сколько вы получили у ОСАГО? 120 тысяч я получил со страховки ОСАГО от ответчика Вполне тебе достаточно Совершенно недостаточно Смешной, похоронный ремонт Помимо того, что ты опозорил еще меня Понятно, суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Оглашается решение суда Уважаемая ответчица В соответствии с законом Вред, причиненный имуществу гражданина Подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред Однако, в соответствии с гражданским кодексом Суд может уменьшить размер возмещения вреда Которые причинил гражданин С учетом его имущественного положения За исключением случаев, когда вред причинен действиями Совершенными умышленно Как мы видим, вред причинен не умышленно А неосторожными действиями Имущественное положение ответчика Всего лишь 23 тысячи рублей в месяц Таким образом, у суда имеются все основания Учитывая также и ваше видимое благополучие Назначить к выплате 1 миллион рублей Таким образом, ваш иск удовлетворяется частично Решение суда Иск удовлетворить частично Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин